Из 637 жителей должны были быть расстреляны на месте 264. Эти строки из немецкого рапорта отец Игорь не раз статировал своим прихожанам. В маленькой церкви бережно хранят каждое воспоминание, событие которой иначе как чудом не назовешь. Деревня Рожковка находится в Беловежской пуще. 28 сентября 1942 года здесь случилась беда. Немецкие солдаты решили расстрелять местных жителей за связь с партизанами. Как сказано в письме коменданта полиции Службы безопасности, массовую казнь нужно было устроить в назидание другим. Сюда отдали лезьбу и партизану кормили. Люди приходили партизану до ката. И люди давали, если им, и то за то есть. Среди тех, кого повели на расстрел, была мать Ольги Саевич. На деревенском поле вырыли большую яму шириной 20 метров. Каратели навели оружие. Сотни невидных людей застыли в ожидании исполнения страшного приговора. Самолет летит. Самолет летит. И вот на этой дорожке тут все. Это самолет. Из легкомоторного самолета вышел немецкий майор. Неожиданно для всех он приказал отпустить мирных жителей. А на месте той самой ямы поставили памятный знак. Я вспоминаю все каждый раз. В то, чем. Что я пришлось. Мама тут будет. Спустя несколько недель после несостоявшейся казни немецкий офицер снова появился в рожковке. Он привез с собой подарок. Вырезанный из дерева образ Божьей Матери. И объяснил, почему решил оставить живых местных жителей. Ему в небе явилась Матерь Божья. Мы точно не знаем, но предание говорит так, что Матерь Божья явилась ему со словами убивают невинных. Немецкий офицер сказал, чтобы вырезали образ Пресвятой Богородицы. Ну, так, как он его видел. И там же в немецком госпитале говорят, что был какой-то солдат, который вырезал этот образ. Несмотря на возраст, композиция сохранила все оттенки красок. Скульптура стала местной реликвией. Сейчас занимает центральное место в храме, который назвали в честь Рожковской Божьей Матери. Деревянную церковь в деревне Рожковка возвели еще в военное время, в 1943 году. Местные жители строили ее своими силами. Сегодня здание представляет собой историко-культурную ценность и храняется законом. А по подобию скульптуры деревянное зодчество все же больше относится к католическим традициям, написали икону. Выполнен образ по подобию валаамского образа, благодатное небо, но он очень схож с образом Рожковской Божьей Матери. По словам настоятеля храма, в Рожковке живут особенные люди. И именно этим многие объясняют историю чудесного спасения. Как-то в соседней деревне немецкие каратели подожгли церковь. Иконы спасали и сельчане из Рожковки. Церковь уже потушить невозможно. Они просят, можно мы зайдем, возьмем в церковь какие-то, ну что там возможно взять. Вот. Каратели спросили у немцев, те говорят, ну что нет. Вот. Уходите, иначе вас расстреляют. Она говорит, ах, расстреляют? Ну то стреляйте. И вот эти все жители деревни, которые прибежали, они побежали в эту церковь. В горящую церковь. И оттуда они взяли. Кто взял царские врата, которые у нас находятся, это из этой церкви. А вот о личности того самого немецкого офицера историки спорят и до сих пор. На фотографиях, которые сделали в Рожковке в 1943 году майор Эмиль Хербст. Но он ли отменил расстрельный приговор, точно неизвестно. Хербст присутничал на урочистости освящения церкви, потом и он был удельником вечеры. Але никто николе не казал про то, что майор Эмиль Хербст был тем летчиком, який выратовал людей, який привез в загад об выратовании. История спасения деревни Рожковка заинтересовалась немецкое консульство. Поиск проведут в архивах Германии. Так что не исключено, что скоро легенду Рожковской Божьей Матери дополнят новые факты. В главном эфире Мария Тройнич и Николай Ковалев.